Мы рады за братьев католиков, говорит Александр Франц, епископ Евангелической Лютеранской Церкви и, что важно, краевед. Он говорит, Барнаул до революции славился тем, что здесь мирно уживались представители самых разных народов и конфессий. Нынешний проспект Ленина был своего рода аллеей храмов. Первая церковь на Московском проспекте была построена Дегитревская, это в начале Московского проспекта, теперь Ленинского проспекта. Следующая церковь, которая там стояла, это была Лютеранская возле магазина Красный, там, где сейчас сквер между зданием городской администрации, магазином Красный. Третья церковь, появившаяся на Московском проспекте, это церковь, которую мы знаем как Никольская, она выполняла роль полковой церкви. И вот четвертая церковь, которая замыкала, собственно, Московский проспект, это был католический костел, тогдашняя городская окраина. Католический костел, построенный в 1913-м, недолго выполнял свою функцию. Новая власть присвоила здание, а к 1937-му его сильно перестроили, отдав под аптеку, где она и располагается по сей день, теперь уже последние дни. Глава барнаульских католиков уверен, барнаульская община верующих достаточно большая, чтобы рассчитывать на собственный храм. Ну, таких приходящих около 250 человек. Я думаю, что если всех без собрать, то я думаю, что спокойно несколько тысяч будет. Он надеется, что с появлением храма и верующих католиков в Барнауле выявится еще больше. Александр Франц говорит, успех католиков дает надежду и лютеранам. Возвращение здания католикам длилось много-много лет, но теперь, когда все свершилось, барнаульские лютеране признаются, что и у них появилась надежда, что когда-нибудь этот участок, расположенный на Ленинском проспекте, также вернут им. Как нам сказал отец Богдан, символическая передача ключей от здания должна произойти до 18 декабря текущего года. Только потом будет поиск средств на проект и саму реконструкцию. Однако известно, что облик здания намереваются восстановить целиком. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Илья Кочетков, Александр Антропов.